В Украину возвращаются азовцы, защитники Мариуполя. В процессе очередного обмена военнопленными Украина отдала России Виктора Медведчука. Как думаете, будет мобилизирован или вернется в составе ЧВК? Пока российские мужчины создают очереди на границе чуть ли не со всеми государствами, в которые им еще можно выезжать. В эфире НЕХТА самые важные и интересные новости. Жесткие обстрелы Запорожья и пригородов ни на минуту не оставляют жителей города в покое. Российские снаряды прилетели и в две больницы. Школу, футбольное поле, краеведческий музей, админздание, несколько магазинов и рынок. ФСБ снова задерживает диверсантов. Убежать можно не только из России, но и из фронта. Как? Знает украинская разведка. Я знаю, что весной перед границей стоило 100 тысяч. Спасибо, что вы с нами. Ставьте нам лайки. Я призываю вас быть еще активнее. Делитесь нашим видео, пусть больше людей о них знают. Их комментарии. Это очень важно. Это позволяет нам понять ваше отношение ко всему происходящему. Давайте делать доброе дело вместе. Начнем. Без устали российская артиллерия работает по Запорожью. Как обычно, сражаются с жилыми кварталами и домами. В этот раз прилетела в отель и электрическую подстанцию. Об этом пишет советник главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Под огнем также Никополь и Криворожские районы. Изуродованы 17 многоэтажных и частных домов, газопроводы, линии электропередач. Улицы усеяны воронками и обломками боеприпасов. Российские снаряды прилетели и в две больницы. Школу, футбольное поле, краеведческий музей, админздание, несколько магазинов и рынок. Более 200 украинских защитников вернулись из российского плена. Герои, Мариуполя, азовцы, даже иностранцы, которые в банановых республиках приговаривали к смертной казни. Для них строили клетки под трибунал в Мариуполе. И эти люди теперь дома. И это главная новость. Россия пытается акцентировать на том, что обмен прошел с колоссальной поддержкой Саудовской Аравии, которая получила трех своих граждан. А советник американского президента в Твиттер поблагодарил украинское правительство за то, что те включили в список на обмен двух американских граждан и правительство Турции за содействие и помощь, цитирую, опираясь на их лидерство в сделке по зерну. Можем предположить, что Турция выступила посредником. Важнейшая деталь. За 215 украинских воинов отдали 55 россиян и кума Путина. Виктор Медведчук был обменен как военнопленный. Помните, такие предложения звучали от украинских властей после задержания? Жена его обращалась к нескольким президентам. А из России в ответ мы слышали только такое. Потому что невозможное просто то, что вы говорите. Просто невозможное. Вот ни при каких обстоятельствах... Вот представляете, да, сейчас вдруг Слуцкий пообещал, что в Москве изучит возможность обмена Медведчука на Азовцев. Какого нахрен Медведчука? Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на Азовцев. Не мы, ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия. Значит, вот что я вам скажу. Я вообще не представляю себе, чтобы сейчас были хоть какие-то обмены. Видимо, что-то случилось. Что-то поменялось. И невозможное стало возможным. Обмен на пана Медведчука отбылся на такую большую количество украинцев и наших защитников, и много из них и известных защитников. Я думаю, что много украинцев не верили до последнего, что это может отбудеться прямо сейчас. А это произошло. Это показывает, что пан Медведчук важливый для России. В России за один вечер протестов задержали более тысячи человек. Им вручат повестки. И, вероятно, следующее, что они увидят, это будет военкомат. Всего в Москве задержано почти 400 человек. В Питере почти столько же. Об этом сообщает ОВД-инфо. И там называют общее количество задержанных. Тысяча двадцать четыре человека. Но, наверное, цифры эти не такие впечатляющие. Население России, я напомню, около 144 миллионов. Все забирают наших тернашевских. Бедные парни. Ебать, 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 ебать. Привозят их сюда маршрутками. Откуда забирают, непонятно. Федеральные службы безопасности снова задержали диверсанта от СБУ. Ну, а точнее, целых пять диверсантов, которые готовили теракт на объекте нефтегазового комплекса. Взрыв планировали в точке, в которой осуществляется доставка энергоносителей в Турцию и Европу. Самое прекрасное в этом видео то, что в конце все уходят в закат. Так называемый госсекретарь совбеза Беларуси Александр Вольфович встретился со своим коллегой из Москвы Николаем Патрушевым. Встреча прошла мирно и без резких заявлений, хотя на фоне объявления мобилизации в России никто не заметил бы, даже если бы на этой встрече говорили про инопланетян. Но Патрушев поблагодарил Беларусь за поддержку и участие в защите суверенитета. Должно быть это про войну. А Вольфович про НАТО, которая спит и видит, как напасть на Беларусь. В Восточном Европейском регионе идет усиление военной активности, наращивание военных группировок, в том числе на границах с Республикой Беларусь. Увеличивается количество учений, увеличивается численность военнослужащих, объединенных вооруженных сил блока НАТО. Численность сегодня их насчитывает до 37 тысяч человек, свыше 200 танков, 800 бронированных машин и так далее. И так далее, и так далее. Вот эта военная активность, вот это военное присутствие, конечно же, не может не волновать и не вызывать беспокойство. И не угрожать безопасности Республики Беларусь. Тут же самый Вольфович сказал, что мобилизация – это не про Беларусь. Все и так мобилизированы и готовы на все это ответить теми силами, которые есть. А есть, видимо, российские силы. Путин не первый раз похорожает Лукашенко, что когда он будет себя поводить не так, как ему хочется, то Москва сделает Лукашенко так же Назарбаевский сценарий. Как и поговорят, что власно, что вот эта самая Вольфович как раз и есть одна скандалитатура на того, кого как бы та корда поставить у нас на местник своей для сбора подачи. И самое поганное, что Лукашенко, я так разумею, уже ничего, а срабит не может. Итак, варианта два. Лукашенко, который подыгрывает России, а в случае его смерти прямой ставленник Москвы возьмет власть в свои руки. Перспективненько. Самые патриотичные граждане пытаются выехать из страны, чтобы любить родину издалека. Обстановка на границе с Монголией, хотя в этот же день в монгольском МИД говорили, что нет вообще никаких проблем на границе. Казахстан, Грузия, Финляндия. В аэропорту Внуково, допустим, мужчин вводят на беседу с пограничниками. Но пока нет информации о том, что кого-то куда-то не выпустили. Но все еще впереди. А первым высокопоставленным чиновником, который попал под мобилизацию, стал вице-губернатор Камчатки Миронов. И вот его довольное лицо. Но убежать за границу можно даже с войны. Это же Россия. Были бы деньги. Об этом и говорит представитель так называемых ЛДНР в разговоре со своей женой. В разговоре, который мы можем послушать благодаря Главному управлению разведки Минобороны Украины. Я звонила, он дозвонился до этого комбата, до местного. Он даже не знает, что они раненые, что их, короче, нет на позиции. Он говорит, типа, поменять неким. Что-то там, типа, 30 человек осталось в этом Энергодаре. Почему тут Энергодаре, я так и не поняла ничего. Не про Рудня, может. А он не знал, что у нас вообще-то 10 человек осталось в 20. Ну, наверное, не знаю. И что он рассказывал еще? Ничего. Сказал, будет свернуться. Первые итоги так называемого голосования в Запорожской области объявят 28 сентября. Скорее всего, в других регионах тоже. Ведь все же должно быть синхронно. Каждый сотрудник, который прилагал руку к изготовлению бюллетеней на референдум, придет на референдум и проголосует за вступление в Российскую Федерацию. Ну да, может, прямо во время резки бюллетеней проставить галочки и проголосовать. Глава МАГАТЭ говорит, что есть подвижки в переговорах о ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции. В Нью-Йорке он отдельно встретился с представителями России и Украины, и его настроение улучшилось. Говорит, что конструктивно поговорил с Лавровым. И надеется скоро прилететь в Украину. Напоследок, красивая история и вся про музыку и войну. Украинский музыкант Роман Почеп сыграл на скрипке, которую нашел на поле боя среди брошенных российскими оккупантами украденных вещей. На эту минуту у меня все. Спасибо, что вы с нами и поддерживаете ресурсы НЕХТА. Лайки, репосты и комментарии – это очень важно, и они помогают расширять нашу аудиторию. А кроме того, что нас с вами становится больше, это еще и означает, что больше людей узнают правду. До новых встреч и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова